Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Продолжаются регламентные работы на инженерных сетях города по почистке канализации, ремонт тепловых сетей. Плановое совещание у главы города. Лучше предотвратить какие-то проявления, чем потом с ними доблестно бороться. Полиция обеспечит безопасность последних звонков. Мне бы хотелось, чтобы они поняли, что классическая литература – это важная часть их жизни, что чтение вообще важная часть их жизни. Встреча школьников в литературной гостиной. Очень волнительно, потому что мой ребёнок участвовал впервые. Конкурс детского творчества «Зажги свою звезду». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 22 мая глава города Андрей Шубин провёл плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. Глава Андрей Шубин пригласил Десногорцев на встречу с начальником Управления внутренних дел по Смоленской области генералом полиции Василием Салютиным. У коммунальных служб города продолжается ремонтная кампания коммунальных сетей и многоквартирных домов. Продолжаются регламентные работы на инженерных сетях города по почистке канализации, ремонту тепловых сетей. По результатам гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей второго микрорайона выявлен ряд слабых мест и обнаружены дефекты. Поэтому в настоящий момент три многоквартирных дома второго микрорайона, детский сад и вторая школа детский сад Теремука остаются пока отключенными от горячей воды. До момента устранения ведутся работы по ликвидации порывов. И, соответственно, до завершения работы по устранению, отключению рейдных районов, пока производиться не будет, значит, график сместится, возможно, на неделю вправо, в точных датах будет уведомлено население и информация выложена будет на официальном сайте. 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Праздник официально на государственном уровне установлен 27 мая 1995 года. 27 мая мы отмечаем Общероссийский день библиотек. Приглашаем всех гостей и жителей нашего города принять участие в интеллектуальном забеге «Бегущая книга Росатома». 27 мая 2018 года в 11.30 состоится официальное открытие. Второй микрорайон – Десногорская библиотека. Также, уважаемые десногорцы, просим открытаться комсомольский актив нашего города. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летию ВЛКСМ, составляется реестр комсомольского актива, проживающих на территории Смоленской области. В школах Десногорска закончился учебный год. 24 мая для 275 выпускников 9 классов и 188 выпускников 11 классов прозвенит последний звонок. Мы приглашаем на торжественные мероприятия в первую школу в 9.30 и в 11.30, во вторую школу в 10 часов, в третью школу в 11 часов и в четвертую школу в 9 часов и в 11 часов. А с 25 мая начинается государственная итоговая тестация. Выпускники 11 классов ЕГЭ будут сдавать на базе двух пунктов. Это на базе второй и четвертой школы. Выпускники 9 классов будут сдавать ОГЭ на базе тоже двух пунктов, на базе первой и третьей школы. Инфекционные заболевания на прошлой неделе регистрировались на обычном уровне. В Смоленскую областную думу предоставлен отчет губернатора о результатах деятельности администрации региона за 2017 год. По закону такой отчет депутаты заслуживают ежегодно. Вопросы собственности стали основной темой обсуждений на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям. В регионе увеличивается площадь пашни, муниципальную собственность. В Смоленской области приобретено более 3000 гектаров невостребованных земель сельскохозяйственного назначения. Также значительный раздел отчета посвящен природоохранной деятельности в регионе. В Смоленске на заседании оперативного штаба УМВД России по Смоленской области обсудили готовность полиции к обеспечению безопасности последних звонков. В период с 23 по 26 мая в 360 школах региона пройдут праздничные мероприятия, посвященные последним звонкам. Начальнику УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Салютин обратил внимание на необходимость высокого уровня взаимодействия всех правоохранительных органов и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка. А также незамедлительное реагирование на все происшествия, связанные с несовершеннолетними. Нацелить надо сотрудников ПДН, прежде всего, на проведение соответствующей профилактической работы, вместе с учителями работать, руководством школ, выявлять, может быть, ту категорию подростков, где мы можем потенциально какой-то опасности ждать. Это первое. И второе. Все вы помните вот этот трагический, печальный случай в прошлом году в Десногорске, когда после выпускного вечера школьник тоже на территории Ростовского района в водоеме утонул. Проработать главным администрацией, не только Смоленска, но и всем муниципальным образованием, каким-то образом либо запретить, либо как-то ограничить проведение мероприятий возле водоемов. Лучше предотвратить какие-то проявления, чем потом с ними доблестно бороться. В Десногорске за порядком на последних звонках будут следить сотрудники правоохранительных органов и Росгвардия. За два часа до начала торжеств все места проведения будут обследованы на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также будет обеспечена 50-метровая зона безопасности, свободная от припаркованных автомобилей и посторонних предметов. Смоленские следователи возбудили дело по факту гибели мальчика. Во время урока физкультуры 15-летнему школьнику стало плохо. Позже он скончался в больнице. Трагедия произошла в деревне Засижье Ярцевского района. Следователи допрашивают родителей, учителей, одноклассников, а также школьного врача. Истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдался ребенок. В Смоленской области стартовала операция МАК-2018. Она направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов, запрещенных к выращиванию наркосодержащих растений, перекрытию каналов незаконной их транспортировки, выявлению и задержанию перевозчиков и наркосбытчиков. В связи с этим УМВД России по Смоленской области обращается к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах торговли наркотиками, использование жилых помещений для их потребления, а также незаконного выращивания мака, конопли или места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Сообщайте об этом по телефону, который вы видите на экране. Чтение книг – это главное в обучении. В основном всю информацию мы получаем из них. В последние годы у подростков в школах предмет литература не очень популярен, а классические произведения, которые необходимо прочитать по программе, утомляют. В четвертой школе педагоги пытаются привить ученикам любовь к этому предмету. В настоящее время педагоги используют новаторские методы подачи материала на уроках. Иногда они приобретают творческое и необычное выражение. Так, например, учитель литературы четвертой школы города Светлана Токарева организовала для учеников двух девятых классов литературную гостиную. Для мотивации она использовала такие приемы, как театральная постановка и новый метод модерации, полученный на стажировке в госкорпорации «Русатом». Были использованы методы модерации. Это новые методы. Проект «Русатома» отправлял меня на стажировку в Пензу, и нам показывали несколько методов модерации. Но я для своего проекта, вот урока, взяла только элементы. Я еще только учусь. И поэтому очень благодарна нашему комитету по образованию за то, что у меня была такая возможность посмотреть, как надо работать в современной школе. Мне бы хотелось, чтобы они поняли, что классическая литература – это важная часть их жизни, что чтение вообще важная часть их жизни. Чтобы приемы и методы эффективно работали, ребята также подготовились, показали презентации, прочитали отрывки произведений и написали целые исследовательские доклады. Это была обратная связь между учителем и учениками, которая позволяет школьникам получить более глубокие знания и лучше усвоить такой увлекательный и интересный предмет, как литература. Ведь чтение книг развивает кругозор человека, обогащает его внутренний мир и словарный запас, делает речь грамотной и красивой. Это неиссякаемый источник знаний, полезных советов и умных мыслей, которые обязательно пригодятся молодёжи в дальнейшей жизни. Смоленске на спортивной базе Главного управления МЧС России прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений противопожарной службы Смоленской области с участием секций «Дружина юных пожарных». В состязаниях приняли участие 11 взрослых и 8 детских команд. В первом этапе спортсмены преодолевали стометровую полосу с препятствиями. Во втором – подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни. В итоге два коллектива из Десногорска – старший и младший – заняли первые места. Ярким соцветием юных дарований порадовал конкурс детского творчества «Зажги свою звезду-2018». 18 мая в городском центре досуга на суд зрителей и жюри представили свои номера дошкольники. Конкурс «Зажги свою звезду» – впечатляющая демонстрация не только юных дарований, но и многожанровости детского творчества от песенного и танцевального до циркового и театрального. В составе жюри – художественные руководители, коллективов городского центра досуга и специалисты Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Десногорска. Участников конкурса – более ста. Для детей этот конкурс – первые шаги на сцене, первые стремления выразить через искусство своё отношение к миру и получить первый шквал аплодисментов. Конкурс очень замечательный, очень волнительно, потому что мой ребёнок участвовал впервые в данном конкурсе. Очень рады, что в нашем городе люди поддерживают данное мероприятие. Огромное спасибо всем. Здесь принимает участие мой ребёнок рассказывать стихотворения. Мне очень нравится, что в нашем городе проводятся такие конкурсы, в которых могут дети проявить своё творчество. В каждой номинации участники награждены дипломами первой, второй и третьей степени, денежными сертификатами и сладкими призами. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneydefistv.ru Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова